Не знаю, как для остальных, но для меня самая сложная в Конгрессе — это тема. Ее нужно за несколько месяцев определить и подготовиться, а потом приезжаешь и в первый день понимаешь, что у людей вообще другой запрос на выступление. Проходит второй день и опять другой запрос. А вот сейчас третий день, и посмотрим, что получится. Постараюсь в объеме заявленной темы донести информацию и что-нибудь отпрактиковать. А там как выглядит. Хорошо? Да. Так, для начала, наверное, такую короткую, минутную передышку, передышку сделаем. Немножко понаблюдаем за ощущениями и окружение какое, как оно себя проявляет и как чувствуется. Хорошо. Хорошо. По поводу инструментов сознания. Кто-нибудь может хотя бы примерно сказать, что такое сознание? Ну вот что знаете об этом? Там нет правильного ответа. Конечно. Что я знаю о сознании — это то, что у нас есть активный ум. То, где формируются наши суждения, какие-то умозаключения. И наше сознание — это по факту наши мысли, то, что мы осознаем. А наше подсознание — это огромное количество различных информаций, которые мы обмыслить никак не можем. О, здорово обмыслить. Сознание, на мой взгляд, состоит из двух одновременных процессов. Это созидание, то есть описание и восприятие. И это издавление, которое сходит. Я вот так понимаю. Здорово. Хотя если слово «созидание» разбирать более глубже, там не только восприятие, но и создание. Да. Хорошо. Есть тут такие редкие люди в аудитории, кто вообще не знакомы с принципом работы прикладной биомеханики, которые сколько уже лет подряд на Конгрессе? Шесть. Вот, шесть лет подряд. Есть, да? Ага. Извините. А еще? Да. Хорошо. Кто-нибудь из вас готов выйти сюда? Кому? Вы нет. А вы начну. Сознание, мужчина, познание сознания. Прошу. А кто знаком, можете кратко сказать, какой инструмент используется, основной? Внимание. 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 Хорошо. Сейчас вот на мужчине, кто не знаком, попробуем почувствовать или так поисследовать, что же происходит в теле, когда работает внимание. Если там сразу же не найдем ответ, будем смотреть по ситуации. Вот, мужчина, смотрите, у вас есть внимание, которое вы куда-то направляете или распределяете, усиливаете, расслабляете и прочее, прочее. Вот, есть ли в теле какая-то такая зона, куда можно сейчас хотелось это направить внимание? Это сильная зона или слабая зона? Я чувствую, у вас справа что-то права, а здесь по-своему тоже. Ну, просто вот куда внимание притягивается, а какая-то там сильная и слабая, то уже куда вы знаете. Мое внимание. Да. Хорошо, справа. Я конкретно. Здесь. Хорошо, сохраняйте внимание в этой области и что происходит, что вы замечаете, что в область внимания попадает? Пошли изменения, но я не могу описать наращивание энергии какой-то. Я сейчас выравниваюсь, начал выравниваться, нету теперь ни провалов, ни сильных, ни слабых сторон. А вы как это понимаете, что там меняется? Засчет чего? Не могу описать, просто баланс постановится. Нет, а за счет чего идет понимание, что там меняется? Отсюда. Отсюда. Ох. Отсюда. А как насчет слова «чувство»? Ну, синонимов много, ощущения, чувства. Хорошо чувствовал. Какие? Ну, там много, два-три, может, официальные. Или в эпизоне, или по всему телу. Равновесие. Одним словом, я так скажу. То есть я выравнивался и стал одним целым. Успокоился, волновался, наоборот взгляда, что сейчас спокойно. Ну и вот это внимание, вы ждете от меня, что-то опять меня выводит из себя. Разбалансировать хочется, но, не знаю, я держусь. Да, действительно, жду немножко, потому что в голове есть продолжение темы, но вам не обязательно следовать этому ожиданию. И я еще повторюсь, я не в теме, я не понимаю, что вы от меня ждете. То есть какие-то слова, но я чувствую и ощущение могу описывать, а слов, я говорю, сейчас не очень. Хорошо, появилось новое слово – ощущение. Насколько это чувствуется прям синонимом слова «чувство» у вас? Ну, это ближе к лингвистам. Я не силен, то есть... К чему вы меня хотите склонить? Чтобы я сказал, что... Чувствовали или ощущения чувствовали? Вам сейчас конкретно ничего. Да, да, но я думаю, что я просто восстановился. То есть никаких по отношению ко мне действий не проводилось, и я саморегулировался. Заметили, что спросил у аудитории, а ответил... Извините, как зовут? Дмитрий. Дмитрий. Ответил Дмитрий. Вы хотите меня склонить на вопросы аудитории? Я просто скажу. Его просто осознание отражает всё аудиторию. Он это не балансирует. И сюда, да, туда. Он покусирует за тобой. И как бы его мозг так отражает. Отражает все эти розыгрыши людей. Отражает всю мощность людей. У него есть трагицы. И вот это его сам настройка, его сознание происходит. Конечно, его психика приходит после его мнения. Он ждет вопросов. Нет, я чувствую, что слева пошло тёплое что-то. Мне хотят помочь, но я сейчас чувствую больше помощь в зале. Зал мне как-то консолидирует и помогает. Они в том же чувстве, что и я. Но тепло от вас я тоже чувствую. Что-то и вы мне хотите помочь чем-то. Помочь чем-то. А ответить на тот вопрос, который у меня всё задаёт и задаёт. Я не хочу его отвечать. Чувства, ощущения. Да вы и не обязаны на самом деле. Я согласен, но я кайфую. Сейчас сижу с вами рядом. Зал подпитывает, вы чем-то тёплым греете. Ладненько, давайте немножко проанализируем произошедшее. Внимание можно рассмотреть как инструмент сознания. По крайней мере, я его так обзвою. Направив внимание, в теле начали происходить изменения. Эти изменения фиксировались через органы чувств, через рецепторы внутри тела, через дополнительные органы чувств, которыми мы воспринимаем окружение. И потом всё это преобразовалось в какие-то ощущения и умозаключения. На самом деле, на сегодняшний день, человечество не знает, что такое сознание в полной мере. Но его как-то изучает, пытается описать, качество его находит, изучает эти качества. Но полноценно, что такое сознание и где оно находится, не знаем пока. Поэтому есть просто концепция. Вот. Вот. А это что? Это оно находится вокруг вашего поля головы. Вокруг поля, а внутри? И внутри. И внутри. А в пятки почему не находится? Где? Он отражает всё. Всё есть из точки, как отражает окружение. Ну вот. Каждый клеток. Оно так кажется и будет хорошо, если так. А когда уже прям зафиксируем это, будет супер. Но пока работаем с тем, что имеем. Тепло по аккорде и в голову. Но я опять-таки думаю, что это я. А кто ещё? Ну, вы меня вызвали, чтобы что-то показать. Я думаю, что я должен сказать, что это вы показали. А я чувствую, что... Вашему до и после. Ощущения? Вы светитесь. Вы светите. Вам комфорт. Показали. Ключевое слово. Да, комфорт пришёл. Согласен. Видно, что вы расстанетесь. Вам комфорт. Боюсь привыкнуть. А не надо бояться. Ну, почему не надо бояться? Бояться – это тоже чувство. Оно приводит к ощущениям разным и к результатам. Стремиться надо, не бояться этого ощущения. В общем-то, есть ответ на вопрос, затрачивается ли энергия в процессе? Сейчас? Нет, вот у меня, как у специалиста, затрачивается ли энергия на изменение вашего состояния. А, это мой предыдущий вопрос. Да. А это вы мне ответите. Вы специалист. Ваша энергия чувствует, входит из вас или нет? А вы моё чувствуете? Да, я чувствую тепло, чувствую комфорт. Ну, такое успокоение, умиротворение, расслабление. И в то же самое время я такой, к чему-то я готов. Вы меня сейчас отпустите, и я пройду это делать. Вы только высоко не взлетайте, тут потолки. Хорошо. Ну, хорошо. Ну, вы скажите, когда уже пора, то я… На старт. Да. То вдруг перезаполут. Я не чувствую сжатия в руке, и я вас не держу. Можно… Можно идти, да? Да. Сейчас дайте настройство. Стоять и уходить, да? Я не ожидал такого эффекта. Я, честно, даже уходить не могу. Можно уходить, кстати? Не-не-не, я… Поехали. Держим, да? Приходите, честно. Давайте поаплодируем. Просто человеческое сознание и инструменты остальные внутри тела. А результаты могут быть потрясающими. Давайте немножко порисую для того, чтобы передать свою точку зрения того, что происходит. Не буду утверждать, что так оно и есть. Скажу сразу. Были изучены материалы исследований медицинских, проверены на практике, и на практике это как-то вот сработало. Но это не значит, что это истинно. Там примерно такая же история, как с протеканием тока по проводам. Долгое время думали, что так, не понимали почему, но оно работает. А потом уже со временем начали понимать процесс. Вот сейчас будет примерно то же самое. В прикладном смысле нам этого достаточно. Применить, почувствовать изменения, почувствовать улучшения и внедрить в жизнь этого будет достаточно. А там с вами разберемся. Хорошо? А есть чем рисовать? Смотрите. Из чего мы состоим их? Кто мне скажет? Из дерьма. А, ну из чего? Из воды. Из энергии. Из энергии, из энергии. Ладно? Ладно, а более приближенно к биологии можно чистить? А из клеток? О, из клеток. Только из них? Нет. Хорошо. А то все говорят, мы только из клеток. И у нас там число миллиардов. Как почитали? Ладно, суть не в этом. Это можем затронуть уже чуть-чуть попозже, на мастер-классе. Кроме клеток, что еще есть и как с этим взаимодействовать. Смотрите, в общем, клетка, у нее есть оболочка, у нее есть ядро. Что в ядре? Ладно. Ладно. А еще? Ладно. 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 Ну, кроме лето. Ну, ДНК. Да, ДНК, закрученная в хромосомы, там несколько пар, плюс генерируется РНК, которые потом кодируют состояние жидкости. Ну, это все металлит. Вот, в общем, там драмосомки есть. Что еще есть кроме ядра в клетке? Ядрышко. Ну, это внутри. А что еще? В клетке. Вода. И так, в голову еще есть, попрошу. Вол. Не так точно. Четыре минуты, да? Да. У, за четыре минуты. Ладно. Метахондрия. Вот. Что происходит в метахондрии? Какие функции она несет? Я не знаю. Энергия. Энергия. Какую? Энергия. Энергия. А еще? Электрическая. Электрическая. Электрическая энергия. За счет того, что приходят питательные вещества и кислород, в химической реакции рождается ассенциал электрический. И метахондрия передает электрический сигнал другим клеткам. И так они вот общаются между собой работой. В работе, в глубоком наблюдении, и вот в таком изменении, заметил, что когда внимание сосредотачивается на какой-то области, но не очень жестко, а так мягенько, то идет нормализация обмена электрических сигналов между клетками. Он поступает туда, клетка на него реагирует и как-то преобразует работу внутри клетка. И это качественно меняет вообще состояние жидкости внутри, наличие разных молекул, которые образуют белки, аминокислоты и прочее. И вот так вот совокупно каскадом меняет состояние тела целиком. Так как у нас осталось, наверное, минуты две, наверное, не успеем пригласить человека и показать, разобрать, как это все происходит в живую. Давайте про длему. Давайте, наверное, на мастер-классе это сделаем. Приходите на мастер-классе, мастер-класс 45 минут. Да, в два часа ровно по расписанию у Елены мастер-класса, и сразу после него с клетками разберемся. И со знанием. В этом же зале будет, да, после как раз как торжественной части, после закрытия дегустации и розыгрыша в подарков, даже до последнего дня, да, будет Елена Петякова мастер-класс. Вот, да. А потом? И потом у Дениса. Вот мы с вами омолодимся, а потом посмотрим, как это произошло. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok